С 2014 года соцподдержка ветеранов вырастет в разы. По проекту решения программы «Ветеран», который пока находится на рассмотрении в Горсовете, планируется увеличение объема финансирования на полтора миллиона гривен. Средства, всего 8 миллионов 700 тысяч, будут направлены главным образом на социально-бытовое и медицинское обеспечение пожилых людей, а также на проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Так же, как и в прошлых годах, будем делать упор, конечно, на удовлетворение потребностей ветеранов, как социально-бытового характера, так и медицинского, потому что данная категория лиц у нас достаточно уже преклонного возраста, поэтому они, конечно же, нуждаются в социальной защите, в медицинской защите, в поддержке в данном плане. Поэтому, конечно же, упор будет делаться на это. Поддерживать Севастопольских ветеранов будут и ВМС Украины. Юрий Ильин отметил, в военных госпиталях Симферополя и Севастополя нуждающимся окажут лечение на должном уровне, а количество путевок в санатории Минобороны для ветеранов будет увеличено. Но самое главное теперь – члены севастопольской организации смогут посещать воинские части и корабли, где будут проводить военно-патриотическую работу с личным составом. Только единая команда, команда ветеранов, команда администрации, военнослужащих сможет продемонстрировать и подрастающему поколению, в том числе и общественности, и не только на Украине, а за ее пределами, о том, какое зло несет за собой фашизм, национализм. Ветераны не остались в стороне и от киевских событий. Еще на прошлой неделе они выразили четкую позицию против применения радикалами силы и призвали оппозиционеров прислушаться к опыту поколений, чтобы не допустить гражданской войны. Мы все смотрим женщины-фронтовички и удивляемся, ну как можно так жестоко поступать с людьми? Хотите выразить свой протест? Выражайте мирно. Если они подойдут к Севастополю, станем грудью. Севастополь всегда был городом-героем, легендарный город, и я думаю, что мы его отстоим. Также в ближайших планах организации создание пресс-центра при Доме ветеранов, открытие университета третьего возраста и подготовка к вечеру встречи поколений, который пройдет в феврале. Александра Толкачева, Олег Ващенко. Программа «Наше время». Продолжение следует... Продолжение следует...